привет друзья сегодня мы будем рисовать будем рисовать необычные весьма композицию женское тело поговорим о энергии привет всем кто присоединяется подготовьте материал если вы планируете со мной рисовать привет привет всем к сожалению камера будет стоять таким образом что я не смогу вас видеть не смог увидеть ваши вопросы поэтому в конце эфира я выделю 10 минут для того чтобы ответить на все вопросы если они будут сейчас привет привет сейчас присоединяйтесь будем творить я еще чай пью сегодня у нас сейчас варшаве 9 утра не так как у вас можете написать из каких городов привет всем привет привет хорошо ли меня слышно до эфир будет сохранен единственное что вот такое вот качество как вы сейчас видите она и будет на ютуб канале появится самое высокое качество поэтому можно будет посмотреть в таком режиме можно будет посмотреть еще и в хорошем качестве на ю тубе отлично если кто-то будет со мной рисовать писать вы можете как-то подготовить свои материалы приклеить бумагу ничего такого специфического бумаги не нужно было нужно только какой-то кусочек на чем рисовать это понимаю что вам не видно референс привет привет всем кто присоединяется но к сожалению пока что я не знаю как его переставить поэтому будем так будем постепенно начинать я буду объяснять что я делаю как я делаю и почему какие-то вопросы будут появляться вы пишите их я потом пролистаю ленту и обязательно посмотрю что именно вы задавали и какой скажем так вопрос какие вопросы остались сегодня мы будем говорить о женской энергии такой важной составляющей как творчество любви к себе через творчество это наверное одни из моих любимых тем поэтому мне хотелось их затронуть в эфире и о них пообщаться особенно если я буду сегодня говорить сама собой по большей части то хочется чтобы по крайней мере мы о чем-то поговорили важно сейчас немножко расскажу о том что я здесь подготовила и так у меня белая краска и в большинстве потому что я не знаю как она пойдет бирюзовая красивая это sky blue здесь же есть и прекрасная краска моя любимая как же она правильно произносится пашен пасен пруссианский наверно розовый такой приятный еще один более яркий я не знаю смогу ли я его употребить потому что он такой слишком ядовитый мы посмотрим венеж венецианская роза вот вот этот красивый розовый венецианская роза и бирюзовый туркусовый скажем я немножко нервничаю это мой эфир с ближайших нескольких месяцев поэтому прошу прощения сразу немножко расслаблюсь буду говорить уже более свободно и наш референс это часть фотографии вот такая примерно была фотография то есть женское тело и я сделала из нее маленький кусочек который мы будем сегодня делать переверните свой телефон так чтобы вам было по большей части все видно доброе утро для тех кто присоединился еще раз скажу что вот именно так сегодня мы будем рисовать попозже сохраню эфир на youtube в хорошем качестве а сейчас постепенно мы будем начинать как бы это не было интересно но я обычно рисую все свои фоны руками сейчас я вам покажу пример вот такой вот фон все все мазки которые были сделаны здесь они сделаны руками и мне кажется в этом очень большая ценность потому что благодаря рукам и настраиваемся на творчество мы входим в пространство связи с телом связи с собой и через руки каким-то скажем так телесным образом чувствуем свою энергию именно этой стоит сделать нашей работе потому что если вы не хотите руками можно кисточкой закрашивать можно чем угодно но я очень люблю такой подход потому что он является очень естественным для тела тело сразу включается поэтому я наношу несколько мазков на бумагу буду их разбавлять буду создавать такие разные цвета у нас должно обязательно быть по композиции наш цвет фона и и в дальнейшем все остальные цвета должны этот фон дополнять держать его они должны его разбивать поэтому очень важно чтобы наш фон был естественным для остальных цветов поэтому я взяла так как бы думая о цветах чтобы возможно они подойдут возможно нет сейчас мы будем экспериментировать заранее ничего не прорисовывала не продумывала хочется с вами погрузиться в творчество и порисовать так от души очень большая будет просьба к чернякова елене она в эфире сейчас пожалуйста если у час меня будет будто плохо слышно где-то пиши мне на мессенджер чтобы я могла посмотреть что не так со связью и поправить все размазываем включаемся в тело это много на самом деле это творчество это абсолютно женская стихия она расслабленности и нахождение в своем теле о том чтобы как-то проявлять себя естественным образом потому что творим мы на кухне творим мы в своем доме творим мы в общем то везде и и когда наше творчество выходит за пределы когда мы создаем какое-то произведение когда мы что-то создаем для себя важное то это добавляет еще некую самость я очень люблю я очень любила творчество самого детства для меня это какой-то момент погружение релаксации нахождение в измерении где нет ни времени ни каких-то проблем просто я просто я чувствую себя и я в живописи фон создался очень быстро на таком интуитивном ощущении женской женскости и целесности если кто-то рисует со мной поставьте плюсики я подойду сейчас к чату посмотрю да уже красиво уже хочется ставить сейчас я использую акрил акриловые краски вы можете взять абсолютно любые красочки которые вам по душе и должно быть около трех основных то есть белый как белый средний цвет и темный это может быть белый красный и бордовый например да либо белый голубой и темно-синий либо белый зеленый и какой-то темно-синий то есть выберите какую-то такую простую палитру при этом фон можно создать какого-то немножко другого цвета я поэтому добавила еще роз потому что мне хочется чтобы этот цвет как-то объединялся видимо сегодня все будет именно такой вот убегать в две разные стороны обычно я подсушиваю все это дело феном для того чтобы было более сухо вкусно то что было за кадром поделюсь с вами этим потому что мне кажется это очень важно когда я только вхожу в пространство живописи и начинаю писать допустим я у меня появилась идея и я нахожусь своей мастерской и не знаю еще как она воплотиться в жизнь и я настраиваюсь на свое тело на свое дыхание на свое ощущение себя для того чтобы погрузиться в то самое пространство как это должно быть потому что зачастую есть такое чувство простраивать и знать как должно быть то есть мы видим композицию мы видим натюрморт либо что-то например здание и мы четко понимаем что мы должны изобразить есть наши ощущения и моя живопись в основном об ощущениях о том как чувствовать как проживать картину и в основном вся моя живопись она спонтанно как бы ни казалось что я придумываю эти идеи они приходят сами собой и я просто их тестирую их проверяю и делаю своими поэтому когда вы создаете что-то почувствуйте сразу дайте себе 5-10 минут на то чтобы съесть продышаться почувствовать себя свое тело настроиться на себя и из этого пространства тишины и спокойствия войти в живопись потому что это дает нам расслабленность состояние потока и в дальнейшем нет такого мельтешения ума что я что-то сделал неправильно есть волна этой энергии она вас захватывает она вас несет проводит куда-то какому-то результату и затем она уходит медленно спокойно покидает активную так скажем часть в картине проживание и переходит вашу жизнь и вот этот переход это тоже а состояние когда мы идем уже что-то делать по делам своим ежедневным состоянием я сделала все что данный момент мог и что хотел она уже подсохла сейчас я начну наносить женское тело еще раз покажу референс это прекрасная часть под грудь так которая приятно обволакивает цвет и изгиб телу есть световые части есть что-то в тени и это что-то в тени вы должны будете я должны будем показать более темным чем-то контрастным а свет мы будем показывать более светлым и будем примиряться потому что здесь очень как вам по композиции не немножечко не доработку потому что есть четкое отделение и здесь есть много света если мы заполнили светло начнет выходить вперед поэтому мы будем с этим экспериментировать и пробовать а сейчас делаем изгиб тела делаем изгиб тела чтобы она немножечко царапала если у вас краска не высохла например вы можете и подсушить феном или затем уже работать на полотно где-то будет грудь здесь и этот изгиб красивый я все наношу интуитивно опираясь на те самые линии линия подмышки она где-то идет немножечко меньше вот здесь она примерно проходит поэтому мне нужно блок немножко вытянуть вот такая композиция у нас будет ребром немножко входим картин и играем с формой чувствуете себя свободно в этом даже если вы делаете первый раз не будете экспериментировать здесь ничего испортить нельзя это ваша фантазия ваша работа если где-то вот у меня здесь не нравится как легла краска я или просто замазывать теми самыми мазками которые были до этого можно даже немножечко войти где-то на я на своих курсах часто говорю о том что живопись это любовь к себе это что то что нас оживляет и на самом деле так считаю потому что это был способ моя дорога живопись меня исцелила оживила и сделала тем кем я сейчас являюсь конечно не было и таких были еще и практики были еще и другие инструменты но живопись стала неким таким основой базисом которая помогает мне говорить и выражать свои эмоции немножко еще здесь подведу чтобы грудь более было рефлекс пошел сейчас объясню немножко принцип работы с вот этим инструментом с мастихином у нас есть ребро у нас есть лопатка у нас есть различные такие полусогнутые моменты когда мы можем как-то вращать грудь это моменты где мы должны вращать здесь сгиб это момент где мы должны вращать бедро это момент где мы вращаемся и есть такие твердые какие-то плоскости как животе где мы можем положить сплошмя изобразить его более четким я возьму сейчас среднюю краску это голубой и нанесут те средние моменты которые я вижу то есть это моментик животика бедра я царапаю то есть я не укладываю масочки как в масляной живописи я больше царапаю еще раз прорисуем линию тела вращайте мастихин в руках не бойтесь его он достаточно интересный инструмент гибкий и с ним можно очень интересно работать я сейчас перейду к вопросам возможно у вас что-то появилось возможно что-то непонятно задавайте хорошо пока вопросов нет продолжаем здесь на груди есть блики я их сразу же могу уже показывать и выстраивать ту самую форму важный принцип по живописи я не знаю много ли у меня здесь живописцев мне кажется что он пришли именно как раз таки и вы мои коллеги и те кто интересуется творчеством поэтому у вас уже глаз может быть наработан живопись в основном очень интересно этими плоскостями да если мы смотрим на тело то мы всегда будем видеть какие-то изгибы какие-то движения и очень важно чтобы мы в своей живописи это показывали и сейчас мы фоном как бы поддерживаем то что происходит но наши цвета они переливаются в зависимости от тени и света вот здесь у нас например есть тень я ее пока не показала и она сливается с полным она сливается со всем она мешает что здесь не в тени здесь не в тени это тоже мешает сейчас я веду самую темную краску для того чтобы как раз таки у нас появился ли самая тень пупок тоже в тени здесь какая то есть косточка которая в тени здесь есть грудь если вы берете какую-то фотографию которые сделали сами и например это женское тело и вы изображаете допустим свою подругу потому что данный момент моя подруга и это фотографии ее мы вместе с ней делали фотосет для моих картин и я с ней я ее тело знаю я с ним как бы не раз я фотографировала и чувствую какие изгибы что она очень мягкая воднистая но данной ситуации я тело делаю таким грубым и сложным из разных частей и вот в данный момент нам нужно это все разложить нам нужно по кусочкам разложить всю композицию а затем мы ее совместим и сложим обратно и чтобы у нас не было путаницы важно чтобы композиция поддерживала то есть я вижу что например вот этот цвет он с этим цветом очень хорошо резонирует но вот эти цвета они холодные и они не пошли в резонанс поэтому сейчас в данный момент мне хочется немножечко оставить темноту но немножечко поменять сам сами цвета и вернуться к вот этом вот этим цветам чтобы они были как дополнением дом наших холодных потому что я например хочу сейчас розовым немножко пройтись чтобы посмотреть насколько она будет вкусно напомню что сегодня весь этот эфир это будет эксперимент с краской с цветами и ни в коем случае не ожидайте от меня что я буду вам давать готовое решение потому что готовое решение мы находим в процессе живописи в процессе нашей работы видите как меняется сразу ощущение от тела как меняется та самая интуитивное ощущение тела то есть она стала склеиваться между собой и стала более теплым живым наносим только свет смотрим только где есть светлые места лопатку укладываем и проводим играем с этим местом укрываем его чтобы был еще виден предыдущий слой все постепенно закрываем и прорисовываем уже тело из света чтобы наша форма в конце концов стало понятно здесь не имеем ввиду никакого котика никакой белочки мы имеем ввиду женское тело сейчас мне очень нравится я вижу что где-то можно оставляться розовенький где-то можно его закрывать и переходить в другой цвет здесь мне хочется его ставить как тень да но немножко на этой тени указать свет очень здорово мастихийным работать потому что нет ощущения что где-то я положу много всегда можно подцепить и убрать и это ощущение конечно расслабляет когда мы можем в любой момент что исправить в общем то бели мне уж достаточно я уже выровняла все по цвету по свету грудь увеличилась постепенно и сейчас мы переходим к этим контрастам давайте попробуем еще поиграться с розовым немного и сделать эти вот контрасты розовые это средние цвета когда мы видим на нашей фотографии какой-то цвет который скажем так является не контрастным не темным и не светом но средний какое-то звено которое я сейчас добавила нескольких местах и мне хочется вернуться все таки голубой потому что голубой ближе к концепции которую мне хочется сделать если есть какие то вопросы задавайте в конце эфира я обязательно на них отвечу когда мы пишем у меня очень сложно иногда проводить эфиры потому что у меня очень сложно и много проводить эфиры потому что когда я пишу картин я очень погружена в них проживаю их а когда я говорю как это делать я в этом стараюсь объяснить стараюсь думать и это совсем две разные плоскости иногда художник является прекрасным творцом но абсолютно плохим преподавателем вот когда я творю я не могу преподавать и сейчас я внутри так немножко выстраиваю внутри себя как это все сделать чтобы вам было понятно чтобы я была в потоке новый опыт для меня тоже хорошо сейчас мы поддаем контрастов нашего фона почему мы их даем потому что когда например вы оденете голубую либо салатовую кофту то этот цвет обязательно отразится на вашем лице если у нас фон идет такой то у нас обязательно он отразится на нашем теле здесь возможно не был лучший вариант его разместить поэтому можно немножечко замылить и этот цвет скорее падает на наши как-то как выстающие элементы те моменты где нужно подчеркнуть что там где нужно это вот где-то здесь он падает когда касается тела постепенно наша композиция начинает играть переливаться и как-то закручиваться и появляется уже это течение энергии которые художник закладывает в картину я сейчас пойду еще раз проверю ваши вопросы и мы продолжим дальше скажите все ли вам понятно пока вопросов нет двигаемся дальше из такого скажем скажем момента определения уже точки центра нашей груди и будем смотреть на те части где нам захочется где-то еще подправить фон подправить композиционно и посмотреть что же еще наше тело может рассказать я возьму самый темный и проставлю немножечко и ощущение где-то находится скажем тут так как у нас грудь не является самым сильным моментом у нас еще есть такие моменты как подмышки которые мы должны провести и прессовым уже больше кончиком и вращаем по форме и обязательно дышим ощущаем свое тело себя в моменте эти работы они не о том чтобы повторить так как есть работа наших ощущениях о принятии тела как такового женского это информация поэтому так важно быть в контакте важно быть в ладу с собой так в местах где я не хочу переборщить с темнотой либо со светом я добавляю по чуть-чуть вот так вот 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 и немножко розовый поставлю контрастом чтобы соединить нашу работу и не было очень сильной разношерстность в нескольких местах можно проставить наш цвет если он мало выстает с фона и постепенно если хочется гибкости плавности линии сегодня как-то такое настроение я использую подушечки пальцы потому что это самый лучший инструмент я часто рисуют пальцами и своим ученикам тоже советую я думаю что у нас это картина займет больше времени но уже вижу что мы практически заканчиваем и тоже интересно как искусство она вне временной до для того чтобы как-то найти свой стиль и вообще прийти к нему как таковому своему стиле стоит нужно экспериментировать очень много с разными стилем с этим поиском и чувствовать что захватывает что больше всего уносит потому что иногда мы являемся остаемся заложниками какого-то определенного стиля и его целую жизнь можем творить понимая что да в этом стиле выражаюсь я иногда хочется экспериментов на человек себе не позволяет считая что вот я уже нашел то что делаю пробуйте разные с вас ничего не будет вы сможете возможно найти какой-то новый подход уже в своем творчестве либо своей стилистике для того чтобы дополнить ее чем-то интересным сейчас столько возможностей столько ресурсов столько знаний льется на нас изо всех кончиков планеты мест планеты поэтому это грех не пользоваться тем что есть тем что нас окружает мне нравится то что получилось я уже даже неохотно ставлю мазки потому что они мне кажется начинают портить работу еще один фокус который меня часто фокус ну ты не называть фокусом наверное это скорее такой прием который я использую я очень часто часто чувствую как будто прикасаюсь к тому что я рисую то есть когда я делала скульптуру университете я часто это мне очень помогало потому что прикосновение к живой материи делают искусство более живым и вот это состояние что я прикасаюсь какому-то например к телу да либо колярки которые я рисую создаю она с этой это состояние она и делает работу в более интересной более живой оживляет ли нашим ресурсами так сказать здесь мне тоже хочется добавить этой темноты прорисовать некоторые моменты они аж прям просится чтобы прям заземлиться данный момент я использую плашмя мастихин опираясь протирая краску это интересно здесь работа как раз таки ничего повторять тут просто брать мастихин в руки и делать делать свое какие-то ощущения свои возможно если вам не видно референс откройте свою какую-то фотографию и создайте то что вам ближе можете отметить меня чтобы я могла увидеть посмотреть на ваши успехи и вы смогли это обсудить как-то вместе посмотреть на работу возможно я могла бы дать вам какие-то советы если для вас это первый опыт это всегда приятно посмотреть на работу чужих и оценить как человек двигается какой у него путь это всегда очень приятно так свериваемся по композиции вот здесь где-то должен быть пупок я немножко занесла убираем вытираем и переносим все исправляется очень легко несколькими мазками поэтому искусство в котором вы никак не сделаете ничего плохого да искусство в котором можно просто себя проявлять иногда даже мастихин это такой инструмент которым даже можно просто побаловаться перед своим каким-то проектом вдохновиться поиграть цветом с фактурой с краской и через это прийти в состояние потока активации такой творческой что еще добавить что еще добавить что еще добавить розинки которые есть вот здесь очень интересная игра получилась с цветом потому что бирюзовый он подхватил фон подхватил эту волну и прошелся то есть даже нет этого состояния что вы здесь 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 мне кажется нужно немножечко затемить потому что когда мы смотрим на работу то выходят самые светлые места они выходят вверх и вот этот цвет вот этот цвет животик он поднимается за счет того что грудь у нас является таким мощным цветом то подмышка она вступает в резонанс и немножечко укладывает там маленько затишить ее сразу она падает вниз а свет остается наверху вот здесь вот в этой части мне хочется сделать больше загадки и ввести этот цвет который отсюда идет в саму картину потому что у нас получились мазки 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 я это все раскидала на мазочки и сейчас я это все буду собирать чтобы это была единая композиция единый стиль единая какая-то игра потому что мы не отделены от жизни и в общем то это такая даже интересная история что тело соединено с этим фоном который есть потому что есть эта игра понимаете о чем я поэтому сейчас вот в эту часть как и здесь я вела несколько мазков из фона также и здесь я проведу несколько мазков чтобы это объединить и здесь снова все интуитивно идя и здесь вот 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 можно даже так настойчиво царапать полотно потому что она уже ему уже ничего не случится она уже находится в состоянии твердости и немножечко еще здесь выровняю я бы сказала что это картина закончена доставлю еще контраста здесь для того чтобы погрузить еще больше места и под грудью вот оживили мазки мне очень все нравится и первую линию я в теме сказал вам что мы поговорим о любви к себе любви к себе через творчество и для меня это на самом деле какие-то неразделимые вещи потому что женщина это то существо на земле создание на земле которая создана для того чтобы творить творить в своем доме творить на кухне творить с собой со своей внешностью творить творить в своей работе с детьми креативно подходить семье это творец по своей сути и когда мы не соединены с творчеством мы можем танцевать мы можем петь на кухне готова это тоже все творчество это тоже все проявление какой-то создательской креативной энергии в нас когда же мы входим в пространство живописи это то что может быть для нас арт-терапии то что может являться для нас ресурсным каким-то элементом нашей жизни и мы можем находить в этом некую способ прийти в состоянии я я сама собой посвящая полчаса 20 минут 30 минут на такое вот казалось бы простое занятие лопаткой растирать по обычной бумаги краску акриловую самую дешевую можно найти для себя некую состояние некое исцеление трансформацию какую-то духовную практику даже потому что живопись на тоже является духовная практика как и танец как и все творчество на этой земле и любовь к себе это в первую очередь следовать этим зовом когда нам хочется мы поднимаемся и идем и делаем когда мы чувствуем эту энергию творческую и творим свою жизнь легко и с удовольствием это все об одном это все об этом течение энергии в нас о том что я в общем-то говорю через картины когда показываю каких-то женщины состояние это все для меня переклетается в одно целое целую наверное философию жизни сейчас я могу ответить на ваши вопросы и я могу вам показать более детально то что здесь получилось если они конечно есть потому что сегодня не общительная аудитория спасибо вам вот такой урок который я надеюсь что был вам полезен и наверное я сейчас отключу эфир если у вас никаких вопросов нет и смогу вам показать более детально хорошо вопросов нет тогда я смогу показать вам сейчас более детально что у меня получилось какой был референс спасибо всем что были со мной и встретимся наверное через пару недель может в следующем месяце порисуем вместе счастливо